Веденин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук. Доцент кафедры информационных систем Института космических и информационных технологий. Правда ли, что программист самая востребованная специальность в России? Ну, наверное, не только в России, но и в мире действительно это самое востребованное. С утра посмотрел статистику на сегодняшний день открытых вакансий только на Headhunter 25 тысяч. Из них 24 тысячи – это именно востребованы те люди, которые пишут код. Ну и еще несколько человек в продажнике, в маркетинге. Но 24 тысячи незакрытых вакансий. Если даже в день, я посмотрел статистику, закрывается 200-300 вакансий. То такого количества программистов хватит еще. Ну, такого количества незакрытых вакансий хватит на несколько лет вперед. Поэтому даже можно сейчас смело поступать на программиста. И тех вакансий, которые открыты сейчас, их хватит еще нашим выпускникам, которые вот в этом году будут поступать. Кто же такой программист? У многих людей складывается ощущение, что ты же программист, ты можешь починить и холодильник, можешь там и лыжи смазать. Действительно, мастер на все руки. Но если углубляться в эту специфику, то можно насчитать порядка 50 профессий, связанных с программированием. И все они будут тем, ну, мало-мальски отличаться друг от друга. Конечно, крупных групп можно назвать три. Это системные программисты, программисты, которые пишут прикладное программное обеспечение, и веб, и мобильная разработка. Родилась такая новая группа. Что делает программист? Ну, можно, конечно, сказать, что программисты пишут программы. Но, опять же, все ли могут быть программистами? Ну, на самом деле, с каждым годом профессия упрощается, и порог вхождения в нее становится все проще и проще. Но все знают русский язык, все умеют писать в России на русском языке, но не все становятся писателями. То же самое и программирование. Скорее всего, программирование будет скоро неотъемлемым навыком для каждого человека, но не каждый, наверное, способен будет программировать и писать программы, так же, как и не каждый пишет книги, хоть и знает русский язык. Вот. Ну, поэтому профессий, на самом деле, у программистов много, и очень важно понимать, к чему лежит душа. К программированию микроконтроллеров, к программированию мобильных приложений или написание каких-то прикладного программного обеспечения, такое как Word, Excel или игры компьютерные. Это тоже прикладное программное обеспечение. Какими навыками должен обладать современный программист? На самом деле он и маркетолог, и человек с очень такими гибкими на сегодняшний момент навыками по общению. То есть он должен найти общий язык не только внутри своей команды и по-технически там грамотно общаться. Он должен и каким-то образом выяснить именно назревшие проблемы у заказчика. То есть это на самом деле действительно на сегодняшний день это уже даже не просто технический специалист, а специалист, у которого должны быть развиты и soft skills, и hard skills практически даже не в равной степени, а очень многие работодатели на сегодняшний день выделяют именно значимость soft skills, потому что проекты стали командные. Уже ушло то время, когда один человек мог создать, заперевшись дома, операционную систему, как это сделал Linux. И сейчас не создаются программы в одиночку, они создаются большими коллективами, в которых нужно общаться, коммуницировать. И именно вот это здоровое общение внутри коллектива для работодателя гораздо важнее, чем технические навыки. Потому что технические навыки в программировании очень быстро сменяются. Если еще 10 лет назад можно было выучить один язык программирования и доработать практически до пенсии, то сегодняшние реалии таковы, что ежегодно, ну а иногда даже раз в полгода, стек-технологии сменяется, один стек-технологий сменяется другим, и программисту каждый год нужно обновлять свои знания. Поэтому, дорастя до определенной позиции, от стажера до ведущего программиста, человек должен принимать какое-то решение, либо он развивается дальше по карьерной лестнице и должен развивать себе навыки как раз коммуникации, либо он должен уходить, скажем, строить карьеру горизонтально и уходить в технические специалисты, либо в коучинг, либо, ну, как я это сделал, ушел в образование. Как лучше обучаться на программиста? Самому или в ВУЗе? Я склоняюсь к тому, что образование должно человеку начальное все-таки выдаваться в ВУЗе, либо в колледже, в техникуме, именно IT-образование. Да, конечно, можно прочитать книгу, освоить какой-то язык программирования, но именно вопрос, сколько понадобится время, чтобы обучиться самостоятельно, и сколько понадобится время, чтобы обучиться это под руководством опытного наставника. Более того, обучаясь самостоятельно, нет какой-то коммуникации с коллегами будущими, с одногруппниками, нет возможности выполнить проект командно, нет возможности посмотреть на опыт других. Поэтому образование в ВУЗе, оно все-таки выведет на карьерный пик гораздо быстрее. Обучаясь в ВУЗе, человек сможет сменить несколько технологий, у него наработается технический навык смены одной парадигмы программирования на другую. Ну и для работодателя все-таки студент, который закончил ВУЗ, немножко больше ценен, чем студент-самоучка. Хотя я могу быть, наверное, ярким примером. Я закончил педагогический ВУЗ, я гуманитарий, доработался до сеньор-разработчика, ну и уже потом ушел в преподавание. То есть, возможно, на самом деле, все, и можно программирование изучить самостоятельно. Как специальность программист представлена в СФУ? На самом деле, помимо учебы, которая представлена рядом специальностей, это укрупненная группа информатика и вычислительная техника, где учат и прикладных разработчиков, и системных разработчиков. Мы открыли в прошлом году и новую специальность веб и мобильная разработка. У нас есть специальность компьютерная безопасность. Но помимо учебы, мы у студентов развиваем и как раз нестандартное мышление с помощью олимпиадного программирования. Нам было доверено в связи с победой 10 лет назад о проведении одного из этапов чемпионата мира по программированию среди студентов и полуфинала Всероссийской командной школьной олимпиады. И на самом деле идут сейчас споры, а так ли важно олимпиадное программирование для будущей работы. Но на самом деле работодатели на это обращают внимание, смотрят, что человек участвовал в олимпиадах. Это значит как минимум две вещи. Он может нестандартно мыслить, он может спокойно уладить хотя бы со своими сокомандниками. И предпочтение при прочих равных они отдадут олимпиадному разработчику. Ну а если взглянуть на мир, на Россию в целом, то, конечно, олимпиадное программирование – это как все-таки спорт высоких достижений. И оно может говорить о том, насколько развито программирование в целом в стране. И взяв во внимание тот факт, что мы уже неоспоримые лидеры на протяжении более 10 лет, занимаем первые места – это столичные вузы. Но в этих командах участвуют на самом деле и школьники нашего Красноярского края, которые поступают в столичные вузы. И по этому показателю можно говорить, что программирование в России развито на достаточно серьезном уровне и заложено… То есть есть какая-то система. Если уж мы на протяжении более чем 10 лет занимаем первые места, количество участников – несколько десятков тысяч программистов, то можно говорить, что у нас хорошо построенный фундамент в школе, хорошо развито преподавание программирования в вузе, что мы можем выставлять такие команды, которые безоговорочные лидеры во всем мире. Какие страны в мире лидеры по программированию? Если взять промышленное программирование, то, конечно, наверное, законодатель моды – это Соединенные Штаты Америки. Там, наверное, большее количество разработчиков и выпускаемого программного кода. Но, опять же, если взглянуть, а кто эти люди, которые в США создают программы, а кто эти люди, которые выступают за команду США на олимпиадном программировании, то, по-моему, два года назад, когда Россия заняла первое место, китайская команда заняла второе, а третье место занял университет Соединенных Штатов Америки, то на втором и третьем месте были китайцы. Поэтому и в программировании, да, по количеству написанного кода, по количеству вакансий, по количеству работающих программистов Америка, конечно, на первом месте, но там очень много и компаний, созданных российскими разработчиками, очень много в коллективе, на самом деле, российских программистов. Наши студенты очень часто после выпуска переезжают за границу, и они говорят, мы попадаем в команду, и в команде только русские. Вот, хотя компания французская, но вот в отделе, там 50 человек на этаже, все русские. Вот, то же самое и в Силиконовой долине, в Кремниевой долине работает очень много русских. Но, если говорить о рынках, то, наверное, сейчас на втором месте это уже Индия. Она, скорее всего, скоро перегонит и Америку, потому что у них очень серьезные идут вложения в образование, и программирование становится уже, как нет, для моей счастью, любой специальности, на которую вы бы не пошли учиться. Это гуманитарное, у вас будет программирование в искусстве, у вас будет программирование все равно там везде, и количество выпускаемых программистов в Индии чрезвычайно велико, и, наверное, они скоро насытят рынок. Но Россия не отстает по востребованности. Да, мы стоим дороже, чем индусские программисты. Про нас не шутят так, как шутят про индусов, нас ценят, но стоимость наша все-таки выше, чем у индусов, поэтому по количеству написанного кода мы, наверное, сейчас на третьем-четвертом месте. Кто такие киберпреступники? В современном мире кибербезопасность имеет такую важную роль. Это в основном, если говорить, как он выглядит, этот преступник. Это молодой человек, потому что считается, что уже после 22 лет хакером стать невозможно. Уже начинает человек мыслить шаблонами, нету какого-то необычного креативного мышления. Если говорить об образовании, то человек, который учится на компьютерной безопасности, он по определению стоит нагло выше этого киберпреступника, потому что он помимо того, что понимает, как это все взламывается, как обходятся защиты, он должен и предотвращать эти защиты. Но это на самом деле те же программисты, которые мыслят немножко нестандартней, чем обычный разработчик программного обеспечения. Он видит все эти уязвимые места в программном обеспечении, которые не увидел тестировщик программного обеспечения. И находит лазейки, как проникнуть в систему и заставить ее подчиняться его правилам игры. Как работает виртуальный голосовой помощник Алиса? Наверное, расскажу недавно о проекте последнем, который мы разрабатываем для городской администрации. На сегодняшний момент мы разработали такую систему, которая позволяет жителям города предварительно записаться на прием городской администрации через веб-портал и записаться на конференц-связь с определенным органом власти по какому-то определенному вопросу. И со временем у нас сейчас поступило предложение, чтобы запись на эту видеоконференц-связь с властью осуществлялась как раз с помощью Алисы. Но сейчас такое становится трендом, что человеку не нужно вводить и заполнять какие-то данные. Он может попросить Алису с помощью голосовой команды, и она ряд задач выполнит за него. Интересный факт, что Алиса изначально планировалась с мужским голосом, потому что у ассистентов Google, у ассистентов Apple компании, у всех языковые помощники были женщины, ну и компания Яндекс думала, мы пойдем другим путем, сделаем вот уникальное предложение. Но на одной из конференций они заявили, что провели глубокое исследование, изучили литературу и выяснили, что все-таки человеку привычнее подчиняться, общаться с женским голосом. Поэтому они пошли по тому же пути. Но обучали. Почему Алиса умеет выполнять команды, почему она умеет вести диалоги, где она ищет ответы. Ну, на самом деле, изначально, когда проектировалась Алиса, сценаристы писали всевозможные вопросы, которые люди могут ей задавать, смотрели, как ей отвечать. Но со временем увидели закономерность, выстроили нейронную сеть. Ну, они заявляют, что там 128 слоев, то есть это достаточно серьезная продуманная интеллектуальная система, серьезный искусственный интеллект. И действительно, со временем они заявляют, что она будет способна вести диалоги без интернета, как обычный собеседник, как обычный человек.